Гараж не только для машин. Часто это склад, иногда даже место отдыха. Но многие жители даже не задумываются, что пользоваться этими постройками они не могут, ведь не являются их собственниками. Например, Арина Целегородцева почти 20 лет пытается оформить гараж от деда. Говорит, часто документы возвращали, желание пробовать пропадало. Я думаю, в конечном итоге все разрешится достаточно благополучно, потому что государство заинтересовано в том, чтобы мы отчисляли определенные виды налогов в бюджет. Пробует еще раз она и сейчас. С сентября в России началась гаражная амнистия. Это пять лет, в течение которых можно по упрощенной схеме и бесплатно оформить строение и землю под ним. То есть выкупать участок у государства или муниципалитета не нужно. Гаражи, подпадающие под гаражную амнистию, должны соответствовать прежде всего трем признакам. Они должны быть построены до момента введения в действие градостроительного кодекса, который в настоящий момент действует. То есть это до 29 декабря 2004 года они должны быть построены. Далее они должны быть не самовольными, капитальными, должны быть прочно связаны с землей. Сколько таких самоволов в Барнауле и сколько гаражей в целом неизвестно. Большая часть из них появилась в 90-е. И лишь сейчас дети и внуки тех автомобилистов оформляют постройки. Так в 2018 году зарегистрировали почти 600 машиномест. В 2019-м 490. В 2020-м больше полутора тысяч. На начало апреля этого года уже 628. А с начала амнистии фиксируют повышенный спрос. Выход есть даже у тех, чей гараж в кооперативе. Вот этот вопрос должен решаться в любом случае через совет дома, через общее собрание. То есть наша функция здесь какова? Мы можем взаимодействовать, дать какие-то контакты, взаимодействовать с советом дома, разъяснить им плюсы и минусы. А в целом алгоритмы прост. Для участия в гаражной амнистии нужно написать заявление на предоставление земли, и приложить к нему документ, подтверждающий использование постройки, например, квитанцию коммунальных услуг. Все это направить в администрацию, МФЦ или Росреестр. За первой неделе амнистии в ведомство обратилось 10 человек. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.